Все эти молодые, красивые, полные энергии ребят в этом году покидают родные пенаты. И многим из них, возможно, уже этим летом сделают первую отметку в трудовой книжке. В первый день по уже установившейся традиции в распределении участвуют выпускники педагогической специальности. Кроме представителей образовательных учреждений районов и профильного министерства присутствуют и так называемые покупатели в погонах из различных силовых структур. Я представляю исправительную колонию, колонию номер 4, город Шаганар. И нам очень требуются специалистов в области инженера, инженерного образования и также ветеринар. Поэтому прибыл, посмотрел предварительно кандидатов. Особенно нам нужны парни, здоровые парни физически, здоровые и военнообязанные. Среди участников кастинга есть те, кто уже имеет опыт работы в трудовых коллективах. Среди них Айлана Диви – обладательница университетского звания «Лучший выпускник года», а она же – председатель спортивно-студенческого клуба «Ястребы Тувы». Я уже работаю, в то же время обучаюсь в физико-матемистическом факультете на учителе физики. Работаю я в село Саркзе Кахемского района, а сюда я пришла, потому что хотела бы тоже послушать лучшие варианты работодателей. У некоторых студентов-выпускников на руках уже есть гарантийные письма или устная договоренность со школами, где они проходили практику. Эльдар Чамаян готов начать преподавательскую работу в родном селе. За время обучения я активно участвовал в жизнедеятельности университета. После окончания вуза буду работать в Баларзанско-шосте Пехемского района по целевому договору. Среди выпускников есть продолжатели педагогической династии. Тензин Монгуш, несмотря на юный возраст, совмещает учебу с работой учителя иностранных языков и классного руководителя. Постоянно повышает свой профессиональный уровень. На данный момент я работаю в МПУ-службе номер 8 в качестве учителя иностранных языков английский и французский. После окончания университета я планирую поступить на магистратуру, направление подготовки переводчика английский и французский. И после этого возвратиться на родину, либо работать в стенах родного университета, либо родной школы. Стоит отметить, что не во всех вузах страны проходят мероприятия по распределению своих студентов. Тувинский государственный университет идет своим путем, оказывая поддержку всем ребятам-выпускникам вплоть до их трудоустройства. Наши студенты, я считаю, в принципе, достаточно неплохо подготовлены. И, конечно, работодатели имеют возможность выбрать, что называется, уже сразу тех ребят, которые могут стать учителями в их школах. Мне кажется, очень правильно, что в распределении стали принимать в последние годы участие директора школ. То есть уже они не через, скажем так, кого-то, а сами могут воочию, своими глазами увидеть выпускников, оценить их и пригласить к себе, если кто-то им понравится. Сегодня работодатели познакомились с выпускниками педагогического профиля. На следующий день настанет черед выпускников других специальностей. Это сельхозфакультет, экономический, инженерно-технический и другие необходимые для республики направления. Наш университет готовит не только педагогические кадры. Инженерно-технический факультет готовит строителей, готовит транспортников, электроэнергетиков. Поэтому здесь очень широкий, востребованный круг специальностей. Да, конечно, думаю, что соответствующие структуры тоже должны быть заинтересованы и активно, как говорится, принимать участие в этом распределении. Из более 450 выпускников очной формы обучения в предварительном распределении принимает участие 445 студентов. Остальные трудоустроены и одновременно работают. Также есть те, кто изъявил желание служить в рядах российской армии. Всего же в этом году в Тувинском государственном университете ожидается выпуск 1140 человек. 463 очника, 27 по заочно-очной форме обучения и 650 заочников.